так ребят всем здравствуйте сегодня мы с вами продолжаем тему древнего рима включая демонстрацию и смотрим кому некомфортно можете камеру выключить кого организатор не просит включать итак мы с вами в прошлый раз остановились на том что история древнего рима делится вообще на три периода первый период у нас был царский второй республиканский и третий императорский и остановились мы с вами на том что последнего царя рима луция торквения горда гордого римляне изгнали изгнали потому что он окончательно римин достал своими выходками запоминаем что этого тирана звали горды не просто так бывший царь еще и был очень обидчивым он с бывшими родными после изгнаний направляется на свою историческую родину 509 году до нашей эры то есть направляется в этрурию потому что он был этруском ну и затаив большую большую обиду на римлян которые его изгнали царята римляне изгнали а что дальше все равно должен быть правитель и римляне решает что отныне власть будет принадлежать римскому народу популус романус то есть собранию граждан и сената так был установлен республиканский образ правления от латинского рез паблика власть разделили два консула почему 2 потому что римляне помнили что один царь может быть тираном и его правление может быть не очень хорошим консулов избирали ровно на год из числа патрициев в особых случаях когда возникала чрезвычайная ситуация права могли предоставить диктатору кто такой был диктатор это был человек который обладал всей полнотой государственной власти и при его назначении к его титулу всегда прибавлялась причина избрания например диктатор избирающийся на случай военной опасности это сейчас уже в наше время значение слова диктатор приобрело другое значение в нашем понимании что под диктатурой подразумевается неограниченная власть которая не основана на законе то есть с нарушением существующего законодательства а в то время как раз вот от римляне это слово и пошло диктатор избирался на полгода и это был человек который решил конкретную проблему конкретную чрезвычайную ситуацию в лучшем случае диктатор складывал свои полномочия сразу после того как решал проблему для которой его назначили и кстати последним диктатором вот в этой должности был гай юлий цезарь которого назначили диктатором как раз для военных действий без ограничения срока а он себя потом назначил императором тогда же появляется вот эта аббревиатура эту аббревиатуру можно сейчас время увидеть где угодно что она означает первое слово сенатус то есть сенат второе слово пополос то есть народ третья буква это у нас уиритус граждане и четвертая буква это романас то есть римляне да линда я хотела сказать то что то что вы сказали гай юрий цезарь вот есть в мультике три богатыря там тоже есть лошадь гай юрий цезарь да в этом мультике есть лошадь которого юлия ну гай юлий цезарь очень известный полководец но он будет чуть позже а сейчас мы с вами рассматриваем 509 год до нашей эры когда от царского правления римляне перешли к республиканскому это фотографии современного рима из современного рима я вам не просто так говорю что можно увидеть в римляне повсеместно эти надписи римляне считает что у них до сих пор республиканский республиканская власть республиканский образ правления давайте вспомним кто такие патрицы кто помнит я помню это такие богатые жители которые были эти племей вроде бы и были патрицы а богатые жители какие именно богатые жители коренные римские граждане державшие общественные земли в своих руках а плебеи у нас кто до те кто понаехали в республиканский период значение чуть-чуть меняется плебеи это уже переселенцы которые там живут но не наделяются политическими правами то есть не имеет права голосовать что-то решать да они из коренного населения но живут уже долго время и тоже хотят какой-то власти кстати от слова плебс с латинского простонародье то есть получается патрицы у нас аристократии родовая аристократия а плебеи это простонародье после того как организовали республику плебеи очень обиделись что им опять не дали политические права и не просто обиделись развернулись и ушли на гору ближайшую и разбили там военный лагерь знак протеста тогда патриции разрешили предоставлять народного трибуна на собрание сената кто такой был народный трибун это был человек обладающий правом вето вы сейчас можете услышать выражение наложить вето вето вообще с латинского это запрещаю если какой народный трибун выбирался из числа плебеев это был человек которому любой плебей мог прийти со своей проблемой пожаловаться на что-то чтобы он ее решил народный трибун не имел права выезжать за пределы рима больше чем на сутки чуть позже конечно стало больше в человек 10 народных трибунов что уже облегчило задачу ребята отключите пожалуйста микрофоны когда сенат решал какой-то вопрос создавал новый закон трибу мог сказать вето запрещая и этот закон отменяли то есть не одобряли но вернемся с вами так давайте сначала посмотрим видео потом вернемся к последнему царю этрусков который был очень обижен не утихала борьба патрициев и плебеев первые не желали делиться своими особыми правами в первую очередь на управление и землю вторые хотели получить эти права так как считали что своей добросовестной службой на благо страны заслуживают этого завершилась эта борьба лишь в третьем веке до нашей эры только к этому времени плебеи стали полноправными гражданами рима они получили право занимать высокие должности в управлении и армии теперь плебеи вместе с патрициями принимали общие для всех законы стали законными браки между патрициями и плебеями большое значение для бедняков из числа плебеев имел закон запрещавший обращать их в рабов за долги также плебеи получили право пользоваться государственной землей ранее это дозволялось только патрициям важным событием в истории борьбы плебеев за свои права стало принятие законов двенадцати таблиц такое название объясняется тем что законы были записаны на двенадцати медных досках это произошло в 451 450 годах до нашей эры законы двенадцати таблиц стали первыми записанными законами древнего рима они ограничивали произвол патрициев следует отметить что современные законы опираются на римские например правило по которым перед законом равны все граждане страны или то что у всех граждан государства одинаковые права имеют римское происхождение надо сказать еще что в именно в 509 году до нашей эры плебеи получили право апелляции смертной казни раньше такое право было только у патрициев если суд назначал смертную казнь плебею его казнили а патриций мог ее обжаловать возвращаемся к последнему царю рима который луций торквей не гордый и которого изгнали он вернулся в отруре и стал уговаривать этрусков напасть на римлян пойти войной к тому времени и трурия занимала значительную часть полуострова а римлян они считали вообще варварами причем малочисленными варварами не особо развитыми не имеющими собственного флота и мало мальски приличной армии ну действительно римляне не не имели на тот момент хорошо организованной армии и в армию воины набирались из числа чуть ли не крестьян это русский царь согласился и пошел войной в первом первое же сражение которое состоялось 509 году до нашей эры была проиграна но торквей не гордо не успокаивается и продолжает подговаривать другие русские города война шла с переменным успехом между римлянами и трусками почти сто лет в течение почти сто лет и все это закончилось победой все-таки римлян кстати после этрусков торквей не гордый побежал еще и к латинянам и настраивал начал настраивать их на войну с римлянами последний вот территория которую занимал занимали этруске значительная территория и небольшая территория время последний город сопротивления этрусков был вея этот город был в осаде аж 9 лет сейчас ребят секундочку настя алессандра линда века вова сейчас всех выведу в зал ожидания хотите зачем мы в чате с памяти скажите мне я им чат отключила небольшие будут так последнее оплот сопротивления это город вея и трусский город достаточно богатый посаде он был 9 лет и взять его никак не могли пока военачальником у римлян не был назначен марк фури камил что он придумал есть такая легенда что марк фури камил пошел на военную хитрость мы с вами знаем что со времен троянской войны военная хитрость бывает очень полезна его воины прокопали подземный ход причем прокопали его по легенде прямо в храм где подслушали главного жреца который как раз собирался принести в жертву заколотого животного со словами кто принесет жертву тот и победил римляне в этот момент пробили пол выхватили мясо и принесли его в жертву богу что и решила по легенде исход битвы вообще марк фури камил был позже тем как раз военачальником который полностью реформировал римскую армию сделав ее одной из сильнейших но в 390 году до нашей эры над городом нависла страшная угроза преодолев альпы на италию напали воинственные и многочисленные племена галлов гальские воины были бесстрашны часто без доспехов вооруженные мечом и большим щитом они бросались на врага один за другим завоевателям покорились соседние с римом города вскоре настал черед вечного города римляне выставили против галлов сильное войско но все равно были разбиты рим был захвачен разграблен и сожжен город не покинула лишь небольшая группа защитников они укрылись за стенами крепости на капитолийском холме началась долгая осада через полгода римляне уже едва держались на ногах от голода и недосыпания тогда галлы решились на штурм ночью они незаметно поднялись по отвесному склону капитолия ни стража не даже собаки римлян ничего не услышали и только жившие при храме богини юноны священные гуси заметили врага они подняли шум и сразу разбудили всех защитников римляне сбросили галлов вниз штурм был отбит вождь галлов брен понял что взять капитолий ему не удастся он решил уйти но разумеется не просто так начались переговоры выходе римляне согласились заплатить выкуп по легенде во время взвешивания золото римляне обнаружили что галлы хитрят наклоняя чашу весов как это понимать спросили римляне горе побежденным ответил гальский вождь и бросил на весы свой тяжелый меч чаша с гирями резко опустилась римлянам пришлось заплатить гораздо больше назначенного нашествие галлов ослабило рим потребовалось много времени и сил чтобы отстроить город но римляне извлекли из этой беды важный урок они поняли что без армии способны противостоять любым врагам у рима нет будущего вскоре такая армия была создана рим продолжил завоевание соседей к первой половине третьего века до нашей эры были покорены этруски и большинство племен италиков под властью рима оказался практически весь опенинский полуостров но на юге италии римляне столкнулись с очень серьезным противником ими были греческие колонии особенно тяжелой оказалась борьба с городом тарент его правители обратились за помощью к выдающемуся полководцу по имени пир он согласился являясь царем небольшого государства рядом с македонией пир мечтал создать державу не уступающую той что создал александр македонский в двести восьмидесятом году до нашей эры пир высадился в италии в его армии было 35 тысяч прекрасно обученных воинов кроме того в запасе у полководца было секретное оружие боевые слоны точно неизвестно когда этих гигантов стали использовать на войне но есть сведения что уже с 16 века до нашей эры слоны были в армиях ассирии индии китая в четвертом веке до нашей эры боевых слонов стал использовать александр македонский после их начали применять во всем античном мире в том же двести восьмидесятом году до нашей эры состоялась битва при гераклея силы сторон были примерно равны и долгое время было неясно кто победит тогда пир принял главное решение использовать слонов которых до этого момента не видели в землях италии увидев огромных животных римляне в панике бежали с поля боя пир продолжил атаку и разгромил римскую армию после победы полководец отправил в рим посла выступая в сенате он потребовал вернуть независимость греческим городам италии взамен обещал прекратить войну римляне уже были готовы согласиться но тут слово взял старый ослепший сенатор он сказал слушая ваши речи я жалею что только слеп а не глух пока пир остается в италии с ним надо воевать после этого сенат отверг предложение о мире война продолжилась в двести семьдесят девятом году до нашей эры пир вновь разбил римлян но его армия понесла настолько тяжелые потери что царь воскликнул еще одна такая победа и я останусь без войска с того времени пошло выражение пирова победа то есть победа добытая слишком большой ценой в двести семьдесят пятом году до нашей эры произошло решающее сражение между армией эпирского царя и римским войском битва при беневенте в ней римляне одержали победу они напугали горящими стрелами слонов пира те повернули вспять и смяли ряды своих хозяев но существует еще одна интересная версия согласно ей римляне применили свое секретное оружие боевых свиней римский ученый плиний старший утверждал что слоны пугались когда слышали виск свиней этим и воспользовались римляне проиграв сражение пир с остатками войска вернулся домой где вскоре погиб три года спустя рим подчинил оставшиеся греческие города вскоре под его властью оказалась вся италия ребят надо сказать что у римлян после того как гала напали и гуси якобы спасли рим появилась ежегодная традиция религиозная которая не очень гуманная в нашем понимании так как собаки в ту ночь показали себя не с лучшей стороны то есть плохими охранниками в память об этом время появилась ежегодная традиция с такой религиозной процессии с капитолийского холма спускалась в процессе с распятой собакой собак распинали за которой с почетом несли гусей гуси были одеты в пурпурные одежды и выседали на золотых подушках историк флутарх объяснял беспечность собак тем что галлы их просто накормили тот момент собаки так отощали за месяцы осады что отъелись и спали время вообще очень довольно широко использовали собак для охраны домов и имущества и в гладиаторских боях так что инцидент при осаде капитолия можно считать досадной случайностью и обычай вот этот вот наказание собак суплиция кану надолго вошел жизнь города то есть это была ежегодная традиция так и у кого вопросов нету если вопросов ни у кого нету будем викторины дать это наказание собак римляне оказались очень очень злопамятными видите один раз собаки не спасли а гуси спасли и с тех пор вот появилась суплиция кану дословно наказание собак традиция наказания собак бедные собаки включая вам викторину да желательно букву повторять кстати веи сами не сохранились но могу вам скинуть ссылочку это такой археологический парк веи веи находится всего в двух километрах от рима археологические раскопки сейчас покажу на карте вот здесь вот вот в этом городке формела возле него находятся остатки древнего города вея совсем недалеко от рима почему археологический парк археологический парк называется когда это обширная территория которую надо охранять то есть это не просто парк да да а это можно понять только попав туда мы с вами когда прогуляя будем гулять на следующих занятиях по улицам рима вы поймете потому что туда попадаешь и все дышит истории буквально буквально каждое здание вы просто идете по улице а на здании есть таблички с надписями там четыреста тридцать второй год до нашей эры двухсотый год нашей эры ты понимаешь что все это настолько старое и все это настолько хорошо сохранилось в италии вообще есть закон по которому вы можете приобрести здание археологическое но менять его внешний облик вы не можете ну реставрировать реставрировать должны специально обученные люди чтоб внешний облик вот это вот старина не менялась почему его и называют вечным потому что все эти здания с тех времен они настолько хорошо сохранились что это удивительно первое первое впечатление которое испытываешь время это удивление от того что люди строили так что это до сих пор все стоит так же кстати как и римские дороги которые построены намного лучше наших современных многие которые сохранились до нашего времени и быть не обязательно быть археологом главное соблюдать закон о с правилами что нельзя изменять вот внешний облик именно археологического объекта нет конечно кир если их изначально не было ты их добавлять не можешь это будет нарушение закона ну что включая вам викторину включаем микрофон и помним что я все слышу и лучше называть буквы поехали когда начался республиканский период в истории рима все а Это был как раз год, когда галлы напали на Рим и держали Рим в осаде. В 509 году до н.э. начался республиканский период в истории Рима. Как называли двух правителей, разделявших власть при республике? Диктаторы, цари и консулы. Прав был тот, кто сказал консулы. Консулов было два. На какой срок их избирали? На год. Правильно, на год. Как называлась тогда должность человека, которому предоставляли власть в чрезвычайных ситуациях? Какое значение имеет знаменитая аббревиатура SPQR? Кто такие патриции? Войны римской армии. Которые патриции враты и 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 враты? Деа! 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 Кто невнимательно слушал и сказал, что это войны? Куда уходили плебеев с дак протеста решением Патриции? В ближайшей горе. Горе. Ах, горе. Причем делали они это не один раз, ребят. Как переводится слово «вета»? Вета. Попрещено. 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 Семь. 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 Кто имел право произносить это слово в Сенате? Народный трибун. Деа, Ах, Тарус. А, 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 А. Кому первому обратился последний царь Рима, Тарквиний Гордый, чтобы собрать войско? Царю Этрус. Этрусов. Этрусов. Ц. 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 Сколько лет в осаде был этрусский город Вии? Семь. А. А. П. Ц. Вот один скажет, а, и вы все повторяете, даже не думаете. Ц. П. Ц. 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 Девять лет в осаде был этрусский город Вии. Ц. 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 защитники рима 14 из 15 почти ну что ребят у нас на сегодня все хотите покажу зайдем в рим хорошо в чат скину давайте зайдем в рим чтобы показать вам почему это вечный город карты вот большинство этих зданий в этой части они все старые поэтому когда попадаешь на эти улицы смотришь поражаешься думаешь как так получилось что они до сих пор стоят но вот здесь вот табличку нет невозможно прочитать на гугл катах сожалению хотел вам таблички еще показать которые на многих домах они там есть вот такие вот небольшие таблички где указан год постройки сейчас на какой-нибудь историческую ну давайте на площадь венеции нет иногда бывает так что здесь место панорам просто фотографии не все можно рассмотреть вот площадь венеции все эти здания они все старые причем даже скульптуры они все сохранились предначальном виде и это поражает поэтому время называют вечным городом сбросить вам ссылку на рим чтобы вы погуляли